Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегета и мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Сегодня читаем 12 главу. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взолкали и начали срывать колосси и есть». Ученики сопутствуют Спасителю. День субботний, который считался днем покоя, и там вообще нельзя было ничего лишнего делать. И даже такие весьма щепетильные предписания были, что вот нельзя даже платок, допустим, положить в карман, чтобы нести, это считается за работой. А вот если ты иголочкой платок приколешь к одежде своей, то платочек становится как бы частью одежды, и тогда можно идти. А тут получается, что они срывают колосси и растирают руками, ну, чтобы освободить их от шелухи, вкушают, и это уже воспринимается, значит, фарисеями как нарушение, потому что тут им встретились фарисеи, и читаем. «Фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Вообще вот молодьба зерен считалась одной из работ, которая запрещалась в субботу. Там 39 различных бытовых работ, которые запрещались, и в том числе молодьба. Ну и тут они относили вот это растирание зерен, освобождение их от шелухи к разряду работы молодьба. «Он же сказал им, спаситель, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником?» И спаситель отвечает как? Он говорит, что нельзя проваливаться в это вот законничество, иначе тогда исчезает всякая милость к людям. И в качестве примера ссылается на царя и пророка Давида, когда Давид был еще гоним Саулом, он вместе со своими людьми скрывается, определенный у него такой достаточно многочисленный был отряд его сподвижников, и он пришел в город Номву, где находилась Скиния. А люди его настолько проголодались, что уже надо что-то поесть, а есть нечего. Приходят к Скинии, и там выходит на встречу первый священник Авиафар, или Авимелех, там по-разному встречаются имена, даже Авимелех и Ахимелех, такие встречаются наименования в письменности. И вот он говорит, что только вот есть вот хлебопредложение, и он действительно поделился, хотя эти хлебы полагалось вкушать только священникам. Что такое хлебопредложение? Это особые хлеба, которые предназначались для храмового служения, их выпекалось 12 по количеству колен Израилева, 12 колен, и вот как бы от каждого некое приношение, посвящение Богу. Да, ну может быть, как символ грядущего хлеба небесного, если так совсем аллегорически толковать, то, что когда Господь пришел и сказал, что я есм хлеб живы, с шедой с небес, да, и все 12 колен, они чаяли небесного хлеба, но и в то же время вот как некое приношение храмовое, как некая жертва их Богу. И вот эти хлебы находились на определенном столе, который располагался недалеко от завесы, отделявшей святое святых от святилища. А дело в том, что в святилище тоже не дозволялось ходить вот простым людям, ну тут вот первосвященник, да, и хлебы эти стояли у святого святых рядом целую неделю и в субботу снимались, но вкушать их могли только священники, причем в святом месте, в самом этом святилище, а так вот где-то там в стороне нельзя было. Однако мы видим, что священное писание отходит от этого строгого закона ради милосердия к людям, вот этим сподвижникам царя Давида. И первосвященник делится с ними хлебами. Хлеба были достаточно большие, по весу каждый примерно 5,5 килограмм, поэтому можно было утолить голод, в общем-то, достаточно относительно большого войска, ну на первое время, чтобы они хотя бы немножко поддержали силы. Там было несколько сотен человек. И вот так вот они поступили, продолжает Спаситель. «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны, но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма?» Вот это очень важные слова. Причем сначала, что мы слышим из уст Господа, что в субботы священники в храме нарушают субботу. В каком смысле? А суббота – день покоя. Не полагалось выполнять никаких работ. Но у священников ветхозаветных как раз именно в субботу совершались такие весьма масштабные труды, потому что необходимо было приносить жертвы. Тут надо понимать, что ветхозаветное священство, оно отличается от нынешнего новозавета, просто вот кардинально. И представьте, что вот в эту субботу ветхозаветные священники, они, значит, заколают жертвенных животных, потом, значит, они их разделывают, нужно кожу снимать, внутренности вынимать, разделывать тушу на части, омывать, потом, значит, разжигать дрова, все это вот сжигать и так далее, все эти действия. То есть они даже как какие-то мясники трудились, ветхозаветные священники, и очень-очень много это было таких работ именно в субботу. У иудеев даже существовала такая поговорка, что в храме не бывает субботы, потому что в храме священники постоянно что-то вот совершали. Уж какая там суббота, если они как мясники трудятся. Да, и поэтому Спаситель, он вот так вот и говорит, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. То есть нельзя все укладывать в один шаблон. Вот в этом смысле говорит Спаситель, что не нужно все мерить одной меры. И дальше он что произносит? Ну, говорю, что здесь тот, кто больше храма. А почему так? Потому что храм для чего предназначался? Для служения Богу. А здесь сам Господь Бог явился на земле, воплотившись, как пишет апостол Павел, «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». И вот он, тот, кому приносилось служение храмовое, вот он же как одной из лиц святой Троицы, но он еще воспринял человеческое естество, он сын Божий, и он же сын человеческий. И он, конечно же, больше храма, он более свят, нежели храм, в нем большая религиозная ценность, и поэтому он может позволить в субботу вкушать голодным, потому что это проявление божественного милосердия. У Бога есть милосердие, у людей не всегда бывает милосердие. «Если бы вы знали, что значит, милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо сын человеческий есть Господин и субботы». То есть Господь Бог устанавливает субботний день, как день покоя, когда нужно посвящать себя, ну, во-первых, действительно отдыху и посвящать себя служению Богу. Но сам же Господь, как и установитель этой субботы, он являет вот такие ситуации, в которых формально-формально можно перешагнуть через строго субботы, потому что милость выше сухого какого-то законнического предписания. И именно он установитель, поэтому он может распорядиться, вот как законодатель устанавливает, в каком случае действует закон, да, а в каком он не действует. Законодатели решают, где вся строгость закона, а где возможно снисхождение. И таковым законодателем является сам Господь. И ныне он явился во плоти, это Господь Иисус Христос, поэтому он тоже есть Господин и субботы. «И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их». В этой главе, интересно, подобраны вот эти случаи из жизни Господа, и они в каком-то смысле одно созвучно другому, потому что входят как раз именно в день субботы, и вот там был человек, имеющий сухую руку. Человек с парализованной рукой, рука не действовала, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Ну, видимо, уже назревало вот это противостояние, конфликтные ситуации, знали, что Господь больше предпочтения отдает милости, нежели закону, ну, потому что без милости закон превращается просто в какую-то гильотину, которая всех подряд будет казнить, казнить, обрубать головы, а разобраться, а вот стоит ли так строго подходить. И Спаситель являл больше милости, из-за этого его порицали, и тут ему задают вопрос. Провокационный, но вопрос-то вполне теоретический. Вот вообще можно ли исцелять субботы? И неожиданно Спаситель, он отвечает не только теоретически, но он отвечает и практически. Сейчас мы увидим. «Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы?» А действительно, разрешалось по закону освобождать запутавшееся животное или упавшее в яму. Кстати, по закону разрешается у иудеев оказывать необходимую медицинскую помощь в субботу, потому что если есть угрозы жизни и так далее. Но в любом случае, человек лучше овцы. «Итак, можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. «Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его». Очень интересная такая ситуация. На самом деле, Спаситель, он субботу здесь совершенно не нарушает, если даже отталкиваться от строгих таких законических предписаний. Почему? Потому что Спаситель даже пальцем не двинул, чтобы исцелить этого человека. Он не налагал на него руки, не производил никаких манипуляций. И кто здесь совершал движение? Сам больной. А Спаситель ему только сказал, что протяни руку твою. И он протягивает вдруг парализованную руку, а она оказалась живой. То есть, Спаситель формально, мы видим, что он ничем не погрешил, он никаких внешне врачующих действий не совершал, а просто сказал слово. А говорить слова не запрещалось в субботу. И, значит, для фарисеев это настолько неожиданная ситуация, что она их просто бесит, потому что они настроены против Христа, они хотят что-то найти обвиняющее. Обвинять-то не в чем. И тут вот они думают, как бы его погубить. Вот оно, противостояние добра и зла, милосердия и жестокости, любви и ненависти, премудрости и безумия человеческого. Спаситель отвечает самым делом. И это действительно такое было реально чудо, как проявление его божества. Вот иногда ссылаются там на эффект плацебо, да, но это если бы какие-то нервные там расстройства, то был нервный тик, ему гипнотизер какой-нибудь сказал, у него века уже не дергается, да. То есть идет внушение, и он воспринимает это. А когда рука парализована, никакие внушения-то они не помогут. И здесь смысл в чем? То, что сила Христа – это сила божественная, а божественная сила – это животворящая сила. И оно может все омертвевшее сделать снова живым. Итак, вот, значит, фарисеи хотят составить, ну, уже даже составили совмещание и думали, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем». То есть вот милость Христова, она как такой источник, который, ну, бывает, знаете, как какая-нибудь лужа, где застоявшаяся вода, а бывает источник, который бьет наружу, напаяет всех жаждущих, и Спаситель вот явил это чудо в синагоге, а ведь там же люди видели. Поэтому последовали за ним, тут же стали подтягивать своих родных, знакомых, которые тоже нуждаются в исцелении, и Господь их исцеляет. Но при этом говорит им, что вы об этом не рассказываете. А почему? Ну, потому что были ненавистники, подобные тем фарисеям, которые составили злой совет против Христа, и он где-то вот в отдалении, он не напоказ старается совершать чудеса, все-таки то чудо в синагоге, это в каком-то смысле как обличение этим фарисеям, а как правило Спаситель очень смиренно и тихо, и незаметно для взоров людских совершает чудеса, и поэтому он запретил им объявлять о нем. Пишет Евангелист Матфей, да сбудется реченно через пророка Исаию, который говорит «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надлоблены не переломят, или накурящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Вот это мессианское пророчество, произнесенное святым Исаи, оно как раз исполняется в лице Иисуса Христа, который совершает чудеса, но при этом сторонится с самопрославлением, и он действует очень смиренно, он при этом очень чуток к страждущим душам. Вот эти слова «трости надломлены не переломят», когда человек – это же о людях речь, человек был сломлен какими-то жизненными обстоятельствами, и Спаситель одним прикосновением исцеляет его души. И слово Христа было целительным для душ человеческих. Души людей вообще очень легко получают травмы, психотравмы, и какое-то неправильное слово, да, или слово неправильно произнесенное не с той интонацией, оно может только усугубить травму человека, так что он проваливается в какой-то ров отчаяния. А вот слово Христово, и это, кстати, исполняется в жизни святых, христовых служителей, преподобного Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, прочих святых. Одно такое слово исцеляло надломленные души людей, и прежде всего сам Христос это явил. А святые, они уже причастники Духа Христова. И вот так вот трости надломленные он не переломит, лена курящегося не угасит, то есть там, где, ну, вера, вот она совсем чуть-чуть, да, вот как лен курящийся, вот дунь на него и погаснет. Совсем чуть-чуть веры, но он с такой заботой и теплом относится к этому человеку, что в том вот этот маленький курящийся лен возгорается в пламя сердечной веры, и такой человек уже сияет, со временем сияет добродетелю. И в этих, братья и сестры, словах пророка Исаища, что интересно, он ведь ссылается на суд, он говорит, доколе не доставит Мессия суду победы. Получается, что Спаситель приходит еще и как судья. Но что интересно, он судья смиренный, он судья кроткий. Представляете, как интересно? Обычно ведь считается, что судья должен быть грозным. Оказывается, нет. У пророка Исаии это исполняется во Христе. Судья это самый смиренный, это самый кроткий. Тогда в чем же суд? А суд как раз состоялся в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, потому что дела их были злые, и многие не захотели идти к свету. То есть суд, он ведь вершится сейчас на самом деле, когда вот кто-то принимает Господа, кается в своих грехах, ему становится стыдно в свете Христова вот этого сияния, в свете Христовой правды, стыдно своих поступков, человек раскаивается и таким образом оправдывается. А кто-то ненавидит, впадает в ожесточение, и тогда для него свет Христов действительно как суд становится. Вот какая удивительная вещь. И так дальше. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Оказывается, бесы способны блокировать органы чувств. Вот если демон овладевает человеком, он может заблокировать какие-то жизненно важные проявления. И этот одержимый, он в итоге оказался слепым, не мог видеть, и немым, не мог говорить. Спаситель тут же его освобождает, как только удаляется бес, тут же он прозревает телесно и обретает дар речи. Получается, с освобождением от беса он и телесно исцеляется. Вот это тоже все встречается. То есть не всегда это какие-то телесные заболевания, иногда это бывает что-то связанного с демоническими искушениями. Поэтому христианин должен освещать свое естество благодатью Божией, но в то же время и лечиться у таких вот обычных врачей, которые пользуются естественными средствами, потому что не всякая болезнь от бесов, далеко не всякая. «И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов?» Когда видели такие поразительные чудеса. «Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевула, князя бесовского». Но мы же видели, с какой завистью и ненавистью относятся фарисеи ко Христу, и когда око темное и лукавое, оно видит только плохое и пытается для объяснения даже доброго найти что-то злое. И вот так вот они говорят, что Иисус Христос, Он действует бесовской силой, силой Вильзевула. Вот чуть погодя в этой же главе Спаситель говорит о хуле на Духа Святого. И вот тут именно это и происходит, когда явные такие вот божественные чудеса, действия Духа Божия, они говорят, что силой Вильзевула, князя бесовского. Но поясним, кто такой этот Вильзевул. Да, это, значит, одно из вот этих языческих, конечно, божеств, там сиры каких-то палестинских или там каких-то близлежащих народов. И Вильзевул буквально переводится как повелитель мух. У кого-то там считалось, что он помогает освобождаться от мух, от всякой мышкары, потому что вот в горячих вот этих жарких странах мышкара она тоже быстро слетается и доставляла неудобства людям. И в магических заклинаниях упоминали имя Вильзевулу, чтобы изгнать их. Но кроме того, там есть еще такое объяснение, ведь мухи, они куда обычно слетаются? Там, где вот нечистота, да, вот есть отхожие места, туда вот больше всего они стремятся. И получается так, что Вильзевул, вот этот повелитель мух, он как бы начальник над всякой нечистотой, над вот этими отхожими местами, нечистотой, куда стремится все, значит, нечистое. И отсюда мы понимаем, что это князь нечистых духов. Да, и те, кто, соответственно, поклоняются ему, они оскверняются духовной нечистотой. Но Иисус, зная помышления их, имеется в виду фарисеи, которые говорят, что Христос действует бесовской силой, причем мы видим, что он, прозрев именно помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его». Здесь смысл тот, что бесы, они заинтересованы в утверждении своего могущества. И сатана, как князь бесовский, он, конечно же, хочет губить людей. Поэтому он не заинтересован в том, чтобы изгонять каких-то мелких своих прислужников, бесов, чтобы подавать людям здоровье, какое-то подлинное получие. Конечно, тут мы можем вспомнить некоторых, скажем так, экстрасенсов или целителей, которые путем магических заклинаний якобы подают здоровье человеку, больному. И бес, он временно вроде бы отступает, но на самом деле лишь для того, чтобы такого человека еще больше увлечь в магические сети и потом доставить ему еще худшие состояния. То есть бес не будет изгонять беса, а временно они как бы тактически так вот перегруппируются, отступают для того, чтобы потом нанести еще большее поражение человеку, более усиленной такой атакой. Но повторим, что сатана сатану не изгоняет, ибо он хочет, чтобы душу людей были в его власти, подчинении, и изгоняться сатана он может только благодатью Божией. А дальше Спаситель продолжает. «И если я силу Вильзевулы изгоняю бесов, то сыновья ваши, чею силою изгоняют, посему они будут вам судьями». Вот эти слова в экзегетике, они вызывают очень много споров, толкований, и есть вот у ряда толкователей такое мнение, что на самом деле уже были заклинатели, ну и действительно, у иудеев тоже были заклинатели, которые именем Божьим пытались изгонять духов нечистых, освобождать людей от их власти. И, соответственно, вот как явление это было знакомо, и когда Христос так поступал, он не был единственным, кто изгоняет духов. Но на самом деле вот мне больше нравится все-таки объяснение святого Иоанна Златоуста и некоторых других святых отцов о том, что речь идет об апостолах. Дело в том, что они уже, ну буквально там за одну-две главы до этого, они уже получают от Господа особую силу духовную, исцелять больных, значит проповедовать прежде всего, потом исцелять больных, изгонять бесов. То есть обретают силы изгонять бесов, и они уже это делали. Причем апостолы, они ведь были выходцами из иудейского народа. И Христос, обращаясь к иудейским учителям, говорят, вот сыновья ваши, то есть выходцы из иудейского народа, чьей ее силой изгоняют. А ведь они изгоняли силою Христовую, посему они будут вам судьями. То есть вот эта сила божественная, она уже действует, и те, кто были вроде бы представители иудейского народа, они теперь становятся народом христианским, как Христовы, чады, и Духом Христовым изгоняют бесов, и таким образом они будут судьями над этими гордыми надмедными фарисеями, которые, видя не видят и слыша, не разумеют. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. А ведь Спаситель, Он как раз с чего начинал? Своё благовествование. Как Иоанн Крестителю. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Вот оно действительно достигло, потому что Спаситель действительно Духом Божиим изгоняет бесов. Значит, вот оно, Царство Божие. Бесы перестают царствовать над людьми. В чём была трагедия человечества? Люди в подчинении у демонических сил. И после смерти все туда увлекались. А теперь вдруг бесы изгоняются. Силы Христовы. И это значит, что Царство Божие в лице Христа действительно достигло людей. А затем, когда Спаситель уже Духа Святаго не спошлёт в день Пятидесятницы своим ученикам, то возникнет Церковь, как Царство Божие на земле. Продолжает Спаситель. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» И речь идёт о дьяволе, который казался сильным, и у него было как бы, ну, своё такое достояние, имущество, но незаконно, ведь он лукаво захватил людей. И вот тут появляется тот, кто сильнее этого сильного. Это Спаситель. И он, придя к людям, расхищает достояние дьявола. Он связывает вот этого казавшегося сильным сатану и расхищает его вот это скверное Царство, освобождая людей от демонической власти. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Ведь Христос, Он проповедовал что? Он проповедовал Царствие Божие. Он благовестовал добро, истину, и наглядно делом это подтверждал. Поэтому те, кто противопоставляли себя Христу, они противопоставляли себя добру, истине, правде и являвшемуся на земле Царству Божию. Получается, что кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает, ибо в угоду дьявола уже поступает. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему, ни в семь веке, ни в будущем». Вот это достаточно такие грозные слова, которые должны вразумлять всякого, кто борется со святынями, кто противодействует благодатной жизни Церкви. И речь идет о чем? О том, что, конечно, у кого-то было еще неточное представление о Христе, и мыслили о Христе лишь как о сыне человеческом. Вот если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если еще они не понимали, что Христос и есть обетованный Мессией. Кто-то воспринимал его, что вот он там, значит, слишком снисходителен грешникам, ест и пьет с мытарями, с покаявшимися блудниками, блудницами, и порицали Христа за это. Считали, что вот он должен вести такой вот строго аскетический образ жизни, как Иоанн Претеча, тогда как во Христе ведь не было никаких страстей наших греховных, и он не нуждался в борьбе с ними. Они просто там отсутствовали. Поэтому не нужна была такая чрезмерная аскеза. И люди, тем не менее, в виде соблазнялись, но это простительно, потому что они видели человеческую сторону Христа. Кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. А если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем. Ну, как вот святой Иоанн Златоуст объясняет, здесь имеется в виду, что это грех предпочтительно непростителен. То есть не то, что вообще, потому что если он покается, такой человек, то, конечно, простит. А речь идет о чем? О том, что бывает такая упертая богоборческая позиция. Кстати, как вот и в годы революции, когда, а ведь было много примеров святых людей тогда, святой Иоанн Кронштадтский, через которого явно благодать Божия действовала, и люди получали огромное исцеление. А были те, которые над этим смеялись, порицали, потом они рушили храмы, вергли Отечество наше во всякие безобразия, и потом просто умерли и перешли. И вот как здесь, когда активно богоборческая позиция. И когда видели, что Христос, ну, представьте, впоследствии, Он воскрешает Лазара четверодневного, ведь это же явное проявление божественной силы, и в том числе проявление любви божественной. Он мертвого человека возвращает к жизни. И не просто мертвого, а который уже четыре дня, то есть разлагающееся естество, тление, все, невозможно по-человечески ничего предпринять, только Божия сила. И эта Божия сила себя проявляет, но и тогда они решают погубить Христа, а заодно и Лазаря. Явно, что это вот именно хула на Духа Святаго, здесь Бог себя явно проявил, а им нет, вот они здесь видят что-то злое. И вот такая хула на Духа Святаго, она действительно непростительна, потому что сердца их ожесточились до предела и даже не хотят раскаиваться. Спаситель продолжает, или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. То есть, какие были плоды действий Христа? Он исцеляет больных, он освобождает одержимых от духов нечистых. И это значит, что само древо, которое приносит эти плоды, оно является добрым, потому что по плоду познается дерево, и вот таков спаситель наш в его действиях. А фарисеи не хотели, они движимы были злобой, поэтому Господь дальше прямо их обличает. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. То есть, иными словами, вы не можете говорить доброго, потому что вы злы. От избытка сердца говорят уста. И вот что внутри сердца человеческого, то будет и в словах его. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Иными словами, то, что вот у нас в сердце, то и в речи будет проявляться. Соответственно, когда мы слышим, что кто-то сквернословит, не может с этим никак освободиться, это тоже как форма одержимости. Есть, конечно, бесы сквернословия, которые в своей власти содержат человека, и мы понимаем, что внутри него тоже нечистота, и важно молиться о таком человеке, ну и чтобы он сам начал молиться и потихонечку освобождаться от этой напасти. И действительно в словах познается человек, если у человека доброе сердце, то и слово его будет тоже добрым. Милостивое сердце будет выражаться в милостивом слове, а злой, озлобленный человек, ожесточенный, он такие же слова будет произносить. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. А именно потому, что все взаимосвязано, наши слова и состояние нашего сердца. Ну и когда мы, будучи подвержены какой-то страстью, начинаем произносить такие же страстные слова, то тем самым мы как бы еще больше усугубляем состояние своей души и вергаем его тоже в некую пропасть. Поэтому важно понимать, что тут взаимосвязь, то есть сердце выражается в словах, но и произносимые слова, наша речь, они тоже действуют на наше сердце. И в этом смысле от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Это значит, что нужна очень такая вот осторожность и трезвое отношение к своим словам, чтобы стараться не погрешать, не произносить ничего скверно, не произносить ничего лживого, не осуждать других людей, ибо это может обернуться судом против нас самих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Ну, видимо, вот эти книжники фарисея не присутствовали в той синагоге, где Спаситель исцелил человека, имевшего сухую руку. Там ведь было уже дано явное знамение, протяни руку твою. Он протянул, стала она здоровой, как другая. А чем завершилось то знамение? А завершилось только озлоблением этих фарисеев. Так значит, какой смысл совершать эти знамения перед людьми, нерасположенными ко Христу? Никакого смысла нет, потому что это только усугубляет их озлобленность. И как отвечает Спаситель? «Но Он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный, ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Ну, мы понимаем, что это уже знамение о воскресении Христовом. «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Наверное, для тех, кто находился рядом со Спасителем, эти слова его были как некая загадка, произнесены как аллегория, как притча. А ведь Спаситель буквально говорил, да, это предсказание, что Он действительно умрет и на третий день воскреснет. Уникальное такое пророчество. Сейчас мы уже привыкли к этому, а тогда насколько оно вот так уникально воспринималось. Но дальше Спаситель порицает иудеев, которые в своем ожесточении как бы закрылись. И говорит, «Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины». И вот здесь больше Ионы. Ион был послан Богом, а здесь Господь Бог сам явился себя. Иону послушались развратное неневитение, покаялись, исправили свои нравы, поэтому город их был спасен. А иудеи, ну, то так, то сяк, конечно, часть вот этого ученики Христова, они пришли к нему с открытыми искренними сердцами, а другие нет, ожесточились и впали в грех хулы на Духа Святого. Поэтому неневитяне как бы осудят, чем? Осудят своим образом исправления. Неневитяне исправились, и это вот как бы суд для неисправленных иудеев. «Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать от мудрости Соломоновы». И вот здесь больше Соломона. «Царица Южная» по-разному там трактуется, Эфиопская или там какие-то другие страны, «Царица Савская», ну, по-разному. Она действительно приходила послушать и была восхищена, поражена мудростью царя Соломона. Да, а ведь здесь находился Христос, который являет большую мудрость. И с каким-то пренебрежением и неприятием, неприязнью в том числе, относятся к нему вот эти фарисеи, законоучители, иудеи. Понятно, что царица Южная, она оказалась более благоразумной, поэтому в каком-то смысле вот она тоже своим примером осудит род иудейский. А дальше вот такие интересные слова. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя. И войдя, живут там. И, бывая для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Спаситель произносит своего рода притчу. Такой притч, как аллегорическое повествование. И речь тут идет о чем? Ну, вот вспомним давайте, что иудейский народ относительно недавно, ну как недавно, несколько столетий назад, он вернулся из Вавилонского плена. И за что туда посыл он был? Почему это случилось? Из-за грехи, да? То есть люди расслаблялись, впадали в язычество, переставали чтить истинного Бога. Мессианские чаянии тоже угасали. Поэтому, как такая вот беда нашло в Вавилонское пленение, и люди стали каяться и как бы освобождаются от тех духов нечистых, которые овладели ими. Но после этого что? А они опять погрузились в комфорт, успокоенность, и стало намного хуже, потому что пришел Христос, и Христа не принимают. То есть оказывается намного хуже для иудейского народа. Но эти же слова, они, слова Господа, вообще относятся к духовной жизни, потому что вся наша духовная жизнь, ну, не вся, но существенную часть сводится к духовной бране. Наша брань не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы векосева, против духов злобы поднебесных. И в таинстве крещения человек освобождается от влияния падших духов. Когда священник крестит человека, там и младенца, и взрослого, что произносит? «Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». И такой человек действительно освобождается от влияния падших духов. Они покидают человека, и в нем поселяется Божья благодать. Он становится чадом Христовым. Но если дальше он не ведет чистую, целомудренную духовную жизнь, если он через исповедь, через причащение святых христовых тайн не укрепляет себя в церковной жизни, то очень легко подпадает под власть падших духов и даже может оказаться и хуже. То есть они вторгаются в него и еще больше производят разорение. Ну, бывает так, конечно, что люди, в принципе, их не воспитывал никто в церковной жизни. И потом вот они вдруг неожиданно получают такое вразумление через скорби, понимают, что надо обратиться к Богу, исправляют себя, наступает покой, и вдруг они расслабляются. Перестают работать по искоренению своих страстей и потихонечку вот в этой самой успокоенности подвергаются новым испытаниям, искушениям, когда бесы могут вторгнуться с усиленной властью, с усиленной злобой и вернуть человека не просто в прежние грехи, а в еще большие грехи. Поэтому, если человек, допустим, когда-то страдал страстью винопития, и вот ему удалось преодолеть, то уже нельзя пить ни капли, понимаете? Если там наркотики также были, то он всю жизнь должен вести уже более трезвенную жизнь, когда вот чудо такое даровано ему, освобождение, спасение. Ну, с любой страстью, там, страсть блудная, да, в церкви ты обрел освобождение. Потом нельзя тоже терять трезвение, потому что падшие духи, удалившись на время, вот они ходят, сказано, по безводным местам, но это такое образное высказывание. Безводные места – это что? Ну, понятно, места, где нет воды, то есть места безжизненные. Если нет воды, да, ты не утолишь там жажду, и ты там просто умрешь. А бесы – это смертоносные лукавые духи, и вот они обитают там, где смерть, где смертоносность, и смерть, они пытаются свою такую духовную смерть привнести в мир людей. А когда человек перестает защищаться духовно, то они вот укрепляются и могут с целым роем падших духов вновь возвращаться. Это значит, что всегда нам нужно духовное бодрствование. И вот Спаситель еще произносит эти слова, и тут вдруг его прерывают. Когда же он еще говорил к народу, вот только говорил, «Матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и некто сказал ему». То есть, не сами они не могли прийти в дом, потому что очень много собралось людей, а вот кто-то один из посланных, он как бы протиснулся и сказал, перебив Спасителя, сказал, «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». А вышло так, что в этой ситуации ведь Спаситель благовествовал людям, и тут вот его перебивают как бы на больше такие семейные темы, тогда как все были настроены на слышание духовной темы. Но тут еще надо что учесть? То, что, конечно, братья – это ведь сыновья Иосифа, обручника, от первого его брака, потому что, когда уже Пресвятая Дева, да, она осталась Девой, но от первого брака сыновья назывались братьями Христа, и они были все старшими. И по правилам того времени считалось, что, конечно же, вот раз они старше, то они могут командовать младшим и могут что-то вот, значит, сказать ему. А Божья Матерь, ну, она вот пришла с ними, понятно, что ей хотелось видеть сына, но Спаситель во время своей земной жизни еще не выдвигал свою Матерь вперед, потому что это время благовестия Христова Евангелия, и тут в центре сам Христос, а вот уже когда Небесное Царство, там уже вот предстоят Христу целые вот сонмы, соборы святых, и ближе всех, конечно же, Пресвятая Богородица, да, но во время земной жизни она пребывает в тени, и как бы в каком-то смысле Спаситель еще держит на задворках, и в этом тоже проявлялось величайшее уникальное смирение Пресвятой Богородицы. И вот, значит, Спаситель, когда его прервал вот этот человек, вошедший, значит, он же сказал в ответ говорившему, «Кто Матерь Моя и кто Братья Мои? И указав рукою Своей на учеников Своих, сказал, вот Матерь Моя и Братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Спаситель таким образом переводит внимание от родственных уз к узам родства духовного. И говорит, что вот тот, кто внимает, да, тот вот и ближе получается в Царстве Божьем. И тот, кто исполняет волю Отца Небесного, тот вот мне есть, вот брат и сестра и матерь. Ну, тут, кстати, добавим, что Пресвятая Богородица, она как раз и есть та вот первая, которая исполнила эту волю Божию, потому что она именно сказала «Се раба Господни, вот я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она-то как раз и исполнила волю Отца Небесного, и поэтому она и в духовном смысле, а не только в телесном смысле, она Матерь Христова, она в духовном смысле в ближайшем родстве с Ним. Но Спаситель вот для этих людей рядом, которые находятся, он, с учетом того, что прервали его слово, он говорит, что на первом месте не телесное родство, а родство духовное, ибо оно возводит к вечному небесному спасению. Вот такие слова удивительны Господа нашего Иисуса Христа, и на этом завершается 12 глава Евангелия от Матфея. С Божьей помощью мы продолжим чтение Евангелия от Матфея в следующий раз. На этом мы завершаем. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры.